Охват населения округа услугами многофункционального центра больше 50%. Об этом главе региона доложил председатель комитета по информатизации Александр Борачевский. По его словам, на следующей неделе откроют дополнительные окна МФЦ в Великовисочном и Красном. Таким образом, уже более 60% населения субъекта смогут получать государственные услуги по принципу одного окна. В сентябре окна МФЦ также начнут работать в Нельмином Носе, в октябре в Ниси, Оми, Харивери и Харуте. В ноябре подразделение МФЦ появится в Нижней Пёше, а в декабре – в Амдраме. В результате к концу 2014 года охват населения превысит 90%. В апреле 2015 года многофункциональные центры появятся в Усть-Каре, Тельвиске, Каратайке, Антиге и Коткино. А завершат создание сети МФЦ в округе в августе 2015 года открытием окон в Бугрино, Интиге и Шойне. Всего к середине следующего года в округе должны работать 28 окон МФЦ. В ближайшее время Комитет по информатизации и руководство центра должны проработать вопрос о сокращении количества документов, необходимых гражданам для оказания государственной услуги. Мы должны сделать структуру, удобную для наших жителей, по максимуму. Понятно, что есть вопросы, связанные с персональными данными. Но тогда, значит, должно быть оформление разрешения на их использование. Ну, то есть у человека должна быть возможность прямо на месте. Либо он даёт добро на использование персональных данных, либо не даёт. Хорошо? Поэтому по максимуму посмотрите, что необходимо сделать для того, чтобы функциональный центр работал не как справочное бюро, а как реальный функциональный центр. Продолжение следует...